Какая странная вещь, да, фантастик? Это совершенно невозможно. Первый дегеротип в России появился в 1838 году. Кушкина мы поэтому не увидели, как он выглядел в натуральном виде. Это совершенно удивительно, как вещи привычные сегодня, вчера были фантастикой. Коля Николаевич Ютанов поистине садистки поиздевался надо мной в этом году, потому что литературу вашу я получил только 4 апреля. Я прочитал 13 романов. Один роман я прочитал осенью по своей воле. Ильянский роман «Невый сынок» дал почитать. Остальные 12 я прочитал за этот короткий срок, занимаясь одновременно своими делами, не запуская их. Я прочитал около, в среднем романы ваши, около 400-500 страниц. Прочитал я около 5-6 тысяч страниц. Это много. Тем более, что я стал читать медленно. Я читаю внимательно литературу такого качества, что требует внимательного чтения. Спасибо большое. Право, как многолетний ведущий странника и более-менее поэтому квалифицированный читать. Это мне просто интересно разговаривать с вами. Не знаю, как вам слушать меня. Странник все время меняет свои номинации. Он ведет себя вполне гибко. И уже долгие годы существует такая вне номинации замечательная категория, которая называется благородно «Рыцарь фантастики». Вот склонить колено перед этим рыцарем выйдет Николай Юрьевич Ютанов. Дорогие друзья, мы живем в эпоху, когда, наверное, круглые даты становятся бессмысленными. Каждый год идет за десять. Что произошло два года назад, вспоминаешь с изумлением, потому что кажется, что это было 15 лет назад или как будто вчера. И как прямо сейчас, сегодня, в это время, кто мог подумать, что в этом же самом Каминном холле, где мы были совсем недавно, там были, оказывается, четыре года тому назад. Ощущение, впечатление, вспоминание о людях, которые там выступали, были в жарких дебатах. То же самое и история. Иногда почему-то прицениваешься ко временам и думаешь, вот будет 15, вот будет 20, вот будет хорошо. Ну и что? У нас сейчас 15-й конверс фантаста. Конечно, впереди шанс выпить за это. Ну вот есть ситуации, это утверждение, но есть ситуации, которые лучше не откладывать. Ну, боговый рай. Черт, это трудно сказать. Или вообще просто требуется обязательно вспомнить и сказать. И вот когда смотрел кадры, дрожащие там, так сказать, очки на старше, да, хотя уже оцифрованные. И голос, и времена, и бледная северная природа на этих кадрах. И люди, господи, совсем молодые. Практически нереально. Какие они все молодые и красивые. И было чертову тучу лет тому назад. И было это, если я правильно помню, конец 80-х. 89-й год. Сам оторвал. И хочу вам сообщить, что лауреатом премии «Рыцы и фантастики» за создание первой ленинградской конференции «Глубов любителей фантастики» «Фантона» стал Владимир Ларионов. АПЛОДИСМЕНТЫ И будет целовать митч. Поскольку я человек не военний, хоть по одни и написал. Жаль, что я подполковник, говорю, я сугубо штатский человек. Лучше я поцелую Питанову, что я истел. Ну, честно говоря... А может лучше девушку? Глуба пала. АПЛОДИСМЕНТЫ Честно говоря, не ожидал, не готовился, речи не готовил. Но мне безумно приятно. Тем более, что сошлужил, вообще-то. Давно пора. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, у меня есть знакомые оперные певцы. Я всегда поражаюсь, что разговариваю с человеком, он разговаривает с собой нормальным голосом, с нормальным дыханием. Вот он выходит на сцену, и звучание совершенно фантастическое. Голос без всякого микрофона покрывает и расстояние, и кубатуру зала звучит фантастически. Так вот и мое общение с вами. Вы обыкновенные вроде совершенно люди, хорошие собеседники. Но я знаю, что вы рискуете писать по 400-500 страниц романного текста. Я сам сочинитель. Но что такое сочинить роман, мне трудно себе представить. Поэтому мое уважение к вам безграничное. Прежде всего, вам, сочинителям фантастического романа, необходимо выдумать сюжет. И в этом году у нас, впрочем, я, Николай Юрьевич, сам об этом прекрасно знаю, несколько номинаций, которые у нас есть, они до известной степени условные, и могут одна перетечь в другую. Да, то, что отнесено к сюжету, может потом быть как образ будущего, ну и так дальше. Но как бы там ни было, лучший сюжет. Избрано у нас четыре книжки жюри избрала. Это книга Марии Семеновны «Гаданой медведки». Дорогая Мария Семеновна, книжка ваша призвала у меня замечательное впечатление. Там не только своим сюжетом, в ней прорва интересов, в ней, как вам свойственно, загадана загадка, которую вы не торопитесь разгадывать на листах, да, собственно говоря, до самого конца и не разгадываете, может быть, в этом и есть прелесть вашей книги. Ну, одна из главных загадок, почему книжка называется «Медведки», хотя это слово ни разу в тексте не упомянуто. «Медведки» и такие чудовищные, отвратительные, подземные существа. Не очень они глубоко под землей живет биолог Галинова. Лучше об этом расскажут, но они выглядят совершенно чудовищно и отвратительно, так как какие-то хитонические силы упоминаются в книжке Галиной, то вот она выбрала такое, придумала, решила назвать свою книгу «Медведки». Мне хочется задать на резмены один вопрос. Там у нее существует один герой, Леонид Ильич Финди, если я не ошибаюсь, персонаж. Да, и он, говорят, с главным героем, господином Блинкином. А где господин Блинкин персонаж очень интересный, потому что он за деньги придумывает людям биографию. Пишет ее. Долго, сложно рассказывать. Но Финки, знаток античного мира, говорит этому персонажу. Помните, в Велиаде Аполлон убил Ахиллеса? В Велиаде этого нету. Это, так сказать, подразумевается во всем мифическом цикле, во всех античных мифах. Мы знаем, что да, он сопутствовал меткому выстрелу Париса, чтобы убить Ахиллеса, Ахилла. Но в Велиаде этого нету. В Велиаде кончается, когда Аполлон, то есть Ахилл жив. Это меня несколько удивило. Там кончаются похороны где-то как раз. Это я вам, вот вы мне потом, может быть, это объясните. А так книга, конечно, безумно интересная и достойная. И чудесный сюжет. Вторая претендующая на лучший сюжет книга Станислава Владимировича Логинова под названием «Медынское золото». Николай Юрьевич не предупредил меня, что только одна повесть из двух под одной опложкой находящихся ось мира, о которой вообще-то трусы медлезе, у него совсем по-другому, там сложная история. Значит, из этих двух полистей только одна в номинации. Значит, ну, я не могу сказать, что вы меня поразили этим сюжетом. Да, мне показался довольно мной уже, так сказать, пройденным такого свойства сюжет. Ну, как всегда, у Логинова это вполне интересная книжка, не так меня поразившая душевно, как некуда, скажем, след в окошке. Но как бы там ни было, эта история с, предположим, про русичами какими-то, похожими на грех или римлян, и степными племенами, вполне интересная и уложена в достаточно увлекательный сюжет. Еще книга, значит, о «Олте», да, это Алексей Менчалатышинский и Дмитрий Евгеньевич Сомов, родившиеся с разницей, Громов, простите, с разницей в неделю, в одном году, что меня поразило, когда я о них прочитал. Ну, интересная книга, да, у лучших фантастов Европы, я даже, пускай велика Европа, читать нечего, значит, пришлось про себя подумать, в общем. Она присутствует, эта книга «Настральник», и, слава богу, не в лучшем стиле, потому что нету здесь этих писателей. Но я могу сказать, что все-таки на мой вкус не можно писать там в одном месте такие слова «вкусности», нету в русском языке слова «вкусности», нету, и писать его нельзя. Значит, это там имитация идет детской речи, но получается шуткое кокетство. Говорит старинное русское слово «подельчивый» ребенок почему-то произносит. Мещанское слово «страшнючий» идет имитация детского языка, меня совершенно это убило, понимаете, потому что все-таки хорошая книжка лучших фантастов Европы должна быть все-таки хорошо складна, нормальным русским языком написана, потому что, несмотря на то, что «Наам Андривника», это «Странник» по-украински претендует украинцам, я полагаю, что у них с русским языком должно быть более тесное отношение, «бодло», говорю я. Да, и четвертая книга в этом разряде, это книга впервые мною читанного писателя Андрея Рубанова «Боги богов». Книжка страшно мне глянувшаяся, очень интересная книга. Там очень много сюжета, сложного сюжета, и там есть несколько очень достойно выдуманных характеров. Там, во-первых, то, что, я не знаю, вы меня поправите, было это когда-нибудь в фантастике или нет, там придуманы космические аппараты биомы, да, это сочетание какой-то высочайшей техники и живого существа. И пилот этих биомов должен быть очень таким нежным, общительным человеком, потому что он работает с полуживотным каким-то, совсем другой принцип общения с этим аппаратом. Но наиболее поразивающий меня герой в этой книжке – это некто жилец. Да, жилец – это бывший зер, который главного героя-пилота как раз подбивает бежать из лазера с его помощью на этом самом биоме. И этот жилец ищет некого рая, где он бы мог получить внимание в СО. Кто не читал книжку, да. В СО – это в СО. В 60-е годы было ужасно пошлое, отвратительное выражение фанатическое говорили, жилобы говорили в СО, но в СО. И вот этот зэк, он хочет получить в СО, этот жилец. И он его до известной степени в продолжении книги, ее увлекательного сюжета, получает. Я знаю, что Рубанов сидел незаслуженно, скажем так, и мог этот такого рода персонаж, его характер, увидеть. Это очень жесткий, очень хороший персонаж, и вообще книга замечательно интересная. Выдумана тем интереснее узнать, кто из этих четырех писателей получит сегодня странника-мандривника. Об этом нам сообщит Андрей Стареров. Извините, что так долго. Вообще, я рад, что литература вновь повернула к сюжетным формам. Одно время мне казалось, что она захлебнется в каком-то мутном словоговорении, текущем ниоткуда, никуда. И выдаваем за высшее достижение современной российской прозы. Вот это мутное словоговорение даже получило какое-то философское основание. Дескать, жизнь бессюжетна, жизнь без... Это какой-то набор случайностей, и литература только отражает то, что есть. На самом деле, все это не так. Жизнь сюжетна. В ней есть своя коллизия, в ней есть свои кульминации, свои разрешения конфликтов. Просто мало кто умеет это видеть. И вот поворот к сюжетным формам, мне кажется, знаменательным. Потому что не только литература отражает жизнь, а еще и жизнь отражает литературу. И, может быть, благодаря сюжетным произведениям, происходящие события обретут какой-то внятный смысл, чего нам всем давно не хватает. Ну, а... В связи с этим, я очень рад объявить, что победителем в номинации «Лучший сюжет» стал Андрей Рубанов за книгу «Боги богов». Мы пробуем связаться с Андреем Рубановым. Секундочку. Мы сейчас сначала с ним переговорим, а потом... Заходите, заходите. Ребята, есть связь? Алло, алло. Да. Андрей, вы нас слышите? Да, прекрасно слышу. Добрый вечер. Вас беспокоит конгресс фантастов России. Так вот, все, что я все подслушал и услышал свою фамилию. Понятно. Короче говоря, вы сейчас стали лауреатом премии «Странник» в номинации... Да. Какой номинации? «Лучший сюжет». Лучший сюжет. Скажите хоть что-нибудь. Я очень рад. Это первая моя литературная премия серьезная. Несмотря на то, что я претендовал на многие с подачи моих товарищей. Поэтому мне очень приятно. И слов у меня на самом деле нет. Одни эмоции. Я очень благодарен людям, которые оценили высоко мою работу. И я хотел бы, пользуясь случаем, пожелать удачи Борису Натановичу Стругацкому, который является моим учителем во всех моих начинаниях, которые касаются работы в жанре научной фантастики. Я надеюсь, что сформулировал ясно. Андрей, скажите, а где вы находитесь? Я нахожусь в Чили сейчас. В Чили, в Чили, да. А Чили не будет? Не будет Чили по этому поводу? Я думаю, что уже с утра начнутся, так сказать, народные чилистские ликования. Мы передаем ваш приз вашему литературному агенту. Андрей, привет. Спасибо, друзья. Большое спасибо. Андрей, привет. Привет тебе. Да, Юль, привет. Привет в Чили. Ну, Юля, выбирайте и передавайте Андрею. Это сложная схема. Здесь, видите, сам странник, цветок и оборудование к страннику, чтобы он светился в черноте. В черноте. Да, да. Вам, Андрей, привет. Удачи, пожелания, успехов. И самое главное. Продолжение в таком же духе. Восьмое, будем сцом. В Чили. Некрасиво получается как-то. Мы тут сидим, как дураки на роге. Как бы там ни было. А что в Чили можно обычно делать? Перевороты. Я помню, сначала в 70-м. Второй странник уйдет лучшему стилисту. Николай Юрьевич, я вынужден опечалиться, потому что у нас называется эта номинация «Блистательная стилистика». То есть стилистика – это наука о стиле. Понимаете? Поэтому нам бы, вернее, было бы назвать «Блистательный стиль». Третий год? А он бы сейчас не заметил. А только сейчас я заметил. Что-то меня, это самое, кальнуло, что мы не правы. Да? Я оказался, что мы, в самом деле, не правы. Давай в следующем году исправимся, в следующем году будем поговорить. Да. Так вот, кто у нас претендует на этот самый стиль? Претендует писатель Ярослав Веров, состоящий из Глеба Владимировича Гусакова и Александра Владимировича Христова. Да? Книжка «Двойники». Вы знаете, я очень устал немножко от этой книжки. Есть такая история. Вам приходилось, когда вы смотрели «Пантомиму»? Вот первые пропустишь, первые 30-40 секунд, и дальше ничего не понятно, что происходит. Вот так у меня, к сожалению, получилось с этой книгой. Я, наверное, виноват. Я невнимательный читатель. Но она мне совершенно не поехала. И в силу этого ее стиль тоже от меня ускользнул. Книга, я, наверное, Дубинянской. Книга «Полное достоинство» под названием... Вырезал мне из башки. Зад камней. А, сад камней, да, конечно, сад камней, потому что каждая голова книги обрамляется, значит, рассказом про тот или иной самоцветы там, в основном, да. Конечно, у них, Яна Юрьевна, здорово пишет, очень профессионально она пишет. Мне только вызвала одна история сомнения. Там, в ткань этого вполне тоже загадочного романа, очень много размышляют фантасты о смерти. Да, это вполне естественно, о чем же еще размышляют живущему человеку. Там, в середину романа, вошел сценарий героини этой книги, режиссера и сценариста со сложным, даже истерическим характером, Марин. Вы знаете, когда, например, в художественном кинематографе идет рассказ о художнике, и режиссер рискует показать его картину. Обычно на это смотреть невозможно, потому что картина снята камерой, да. Это всегда нас не убеждает режиссер, что идет разговор о хорошем художнике. Так вот, сценарий, который существует, который резикнула писательница поместить в свой роман, он несколько хуже всего остального. Не показалось мне, что Марина, героиня этого интереснейшего романа, такой же блистательный сценарист. Опять же, это, конечно, мое глупое читательское мнение. Да, и опять, блистательный стиль Марии Семеновны Галиной, ее книжки «Медведки». В этом многие страницы написаны чрезвычайно остроумно, живо. Да, стиль, в словах, вообще сложное. И сказать, стильно было бы неверно, хорошим стилем. Очень любопытно, значит, кто получит странника в этом разряде. А вручать его будет, если я не ошибаюсь, Геннадий Прошкевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Более того, если книга мне нравится, то мне кажется, что вообще-то написать её должна женщина. Почему женщина? Да потому что, как бы ты ни относился к этому, появляется возможность её поцеловать. И я вам скажу следующую вещь. В моей жизни всё время как-то всё неудачно складывается, можно сказать, что жизнь не сложилась, но время от времени судьба делает мне подарки. Однажды я познакомился в Киеве с одной девушкой, которая не обращала внимания, ну писатели, писатели, много же писателей вокруг. Но она после того, как я побывал в Киеве раз-другой, написала некую статью, в которой говорилось, что ну простите, ну то-то, то-то, ну вообще-то вот с таким человеком, может быть, в разведку можно пойти, но неизвестно вернёшься ли. Мне, мне это страшно понравилось, и я думал, вот ещё один отрезанный ломот в моей жизни. Эта девушка мне нравилась, но я понимаю, что никогда в жизни не столкнёт нас ничто, если мы даже сядем в баре где-то рядом, чтобы говорить, не будет этого. Но судьба есть судьба. И эта девушка от моих губ всё равно не отвертелась. И я сейчас её вызову сюда, и я извиняюсь, но я вас, наконец, поцелую. Я не поменялся. Ну ещё поцелую. Всё, что говорил здесь Порошкевич, это абсолютная неправда. Это инсинуации мерзкие, потому что я совсем-совсем не жёлтый журналист, я блистательная стилистка. Яна ещё художница, что прямо с каждой страницы её романа летит то, что она художник, да ещё и крымский художник. На странника в этой номинации претендует, как обычно в это время, суток Мария Семеновна Галина. Евгений Иванович Хиленко с книгой «Шестой моряк». Евгений Иванович Пермянк. У меня внук, его тоже зовут Евгений Иванович, и он тоже родился в Перми. Мама может себе представить. И я бы не стал читать ему книжку Евгений Ивановича Хиленко по той причине, что он сильно ругается, Евгений Иванович. Я не понимаю, зачем он добирает мужество, да, себе мелкой руганью. Не матерится, а пишет очень много плохих слов. А в одном месте пишет чуть ли не пародию на знаменитый матерный загиб на полторы страницы, вместо того, чтобы двигать свою необычную идею, которая в самом деле довольно необычная. Это некий скользец, который может существовать во всех временах, в любых образах. Ну вот, здорово там, интересно, он придуман, но через язык, опять же, мне было довольно, к сожалению, тяжело пробиваться. У меня было желание, когда я только начал читать ваши книги, выписать из каждой книги описание плотского акта, да, и вслух почитать. Потому что в каждой из крик он присутствует и характеризует автора это самое описание, как нельзя лучше. Может, в следующем году я этим... Не в карте. А? Не в карте. У меня нет. Близко к этому есть. А жарко. Близко. Ему же понравилось это греческое... Ну, все к этому идет, по крайней мере, Святослава. Значит, дети расчатся не будут. Да. Нет, по-моему, есть. Нет? Нет. Нет? Ну, ошибка автора, ну, что ж, или такой он целомудренный уже сделал в свои 63 годы. Вот. Значит, и еще у нас там присутствует книга Эвитра Олеговича Ивилина, которую я прочитал вот как раз осенью, и довольно хорошо запомнил. Там масса необычных идей, да, мне сын объяснил, что такое снаф. Да, название этой книги все знают? Тогда я не буду говорить. Да? Вот. Женя я дома скажу, остальные. Все знают. Там масса любопытного, эти два мира, верхний и нижний, почти как спактанцы, и лоты, и оператор, герой, снимающий, значит, вот эти все кровавые дела, и искусственная женщина с высочайшим интеллектом, превышающим интеллект самого героя. Я начал курить электронную сигарету, поэтому мне очень близка эта тема. Вот. В общем, книга Эвитра Олеговича по необычной идее весьма, весьма необычна. Вот посмотрим, какова память у Николая Ивановича. Николай Иванович, а кто у нас в этой номинации вручает на пресс? Николай Иванович Успенский. Кто бы огласить имя самого необычного идеолога? Я думаю, мы оставим в стороне инсинуации людей субтильных в отношении с людьми нормально сложно. С того, с первого странника, который ел, я на 12 килограмм потяжелил. Ну, понимаете, я не мог не прийти на помощь в такой трудный час, когда город на Неве изнемогает в неравной борьбе с пропагандой гомосексуализма. Сейчас я надеюсь, потому что мне понравилась и книга Еленко, и книга Далина, и совершенно не произвел никакого впечатления писать империем. Вот и слава Богу, Мария Давидовна получила эту пенсию. Ну, правильно. Во-первых, сколько можно человека мучить. Во-вторых, я очень рада, что я могу обнять и расценовать Мишу, потому что с Прошкевичем уже ценовалось, когда он мне вручал портал. Ну и ладно, теперь Мишу поцелую за это ура. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я как двойнее Мини говорю, поцелуйте куклу. Ну, это, конечно, одна из главных задач фантастики – это образ будущего. Это известная степень будущее, которое наступает каждую следующую секунду в каждой из ваших книг, может быть, за исключением Логинова, присутствии. Да, ну вот какие жюри выбрала книги. Это книга молодой писательницы Анны, сейчас ошибусь в ударении, Старобинец. Правильно, да? Да, это город такой есть. Анна Старобинца, Анна Альфредовна, написала книгу «Живущий». Да, я первый раз читал, я думал эту писательницу, а оказалось, что я читал ее сценарий. Меня продюсер позвала к ним песенки писать, к этому очень хорошему сценарию, у меня почему-то не получилось второй раз жизни, не знаю. Но я очень интересно прочитал книгу Анны Альфредовны. Существует в нашем с вами будущем всего три миллиарда людей на Земле, которые слиты в один единый разум. И там внутри этого разума очень сложно, да, вот как бы и три миллиарда, как бы и один человек, рождающийся три миллиарда, первый нарушает равновесие. Вокруг этого все и строится. Там очень много компьютерной, как сказать, терминологии, да, очень много компьютерных прихваток и приколов, да, в этой книжке. Но в целом, конечно, очень любопытная и хорошо написанная книга. Я знаю, что Анны Альфредовны нету, но книга достойная, хорошая. Юлия Александровна Зонис в этой номинации представила книгу «Инквизитор и нимфа». Да, я не могу сказать, чтобы я все понял в этой книге. Она, несомненно, это тоже достаточно молодая женщина. Она ученый человек, и, может быть, эта ученость для меня, глубоко для ученого, была немножко сложна. А потом я у вас хочу спросить у всех, да, там у нее, ну, ирландец, да, герой, да еще в каком-то будущем, в странных обстоятельствах, вдруг отвечает, говорит, да, фразу, ну, это не Беном Ньютон. Фраза, как известно, из «Мастера и Маргариты». Ну, мне не жалко, пожалуйста, ну, почему ирландец, я понимаю, если бы русский человек в недалекое время, он бы цитировал. А как, мне это странно понять, вот как это, имеет право на это, литература, ничего не объясняющего. Каким образом это происходит? Я не знаю. Мне это было как-то забавно и странно увидеть эту фразу. А Галины-то и нету. Ой, что, как жить? Ну, поймите, как у них хитро все было составлено, что, ну, раньше получила уже Мария Семеновна. И книга, очень меня заинтересовавшая книга, напомнившая мне лучшие образцы, так сказать, по охвату советской фантастики, это книга про прикладную эвтаназию. Первое слово, какое там? Законы. Законы прикладной эвтаназии. Тима Скоренко. Страшно интересная книжка. Значит, у меня к ней очень странная претензия. Кстати, мне очень понравилось, что он допускает какие-то капустные моменты в этой книжке. Там его героиня из 27 века ходит по нашему современному нам книжному магазину и выбирает книгу «Дом, в котором» берет почитатель, пишет, что в Ницамбере «Тысяча страниц». Там очень забавная, тонкая вещь, когда героине попался некий в Японии, в Маньчжури, офицер бывший белый по фамилии Диченко. Она подумала, что это надежный человек, белый офицер, белая гвардия. Если учесть, что Диченки написали данный сценарий «Белая гвардия», это такого рода литературная игра, мне очень нравится. А вообще, Тим Скоренко, конечно, поставил один из, может быть, немногих, замелся на равственные проблемы. Возможности или невозможности эвтаназии, возможности или невозможности опытов над человеком, воина и во благо того же человека. Это хорошо, что не старый человек занимается, что его волнуют такие вполне-вполне серьезные проблемы. А убила меня вот что. В книжке есть картинки. Главная героиня позиционируется, да, как очень красивая женщина. Здесь изображена дикая барьня. Но дело даже не в этом. Смотрите. Майя, значит, у нее большой красный зон, подаренный Морозом. Зон смешной. У большинства людей зонты круглые. Этот квадратный четырьмя мощными спицами. Вот на этой же странице круглый зон. Я же куда смотрю, художник, сволочь? Понимаете? За шесть страниц до этого описывается ее, значит, спутник, с которым ей суждено, или не суждено провести, значит, часть жизни, Дима, да? Молодой человек со смешной бородкой. Этот великолепно выглядит. Зачем тогда художник? Да, я с детства привык, как и вы, особенно читая приключенческую, фантастическую, все равно, если у них есть картинки, то с наслаждением смотреть, да, как к странице 176-го, да, это самое, могучий чернокожий гант поднял маленького Джона, защищая его от трудоедно, да? Как интересно, да. И так дальше, да. А здесь это, ну, нафига тогда, вот эти картины. Вот такие у нас образы будущего. И человек из будущего, Андрей Лазарчук, скажет нам, кто взял образ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Было из чего выбирать. Ким Скаленко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы, в принципе, знаем, кто там, но проекты бывают разные, и они, конечно, в фантастическом мире, на компрессе фантастов они должны быть фантастические. Лучше бы другого пилота взяли. Вот. Немножечко нас вызвали сюда, потому что мы, наверное, больше в курсе этого фантастического проекта, чем все здесь присутствующие. Ну, вперёд. Итак, лауреатом Российской литературной премии «Странник» в номинации «Фантастический проект» за создание команды «Формула-1» Маруся Моторс стал Ефим Островский. Аплодисменты «Формула-1» Маруся Моторс стал Ефим Островский. «Формула-1» Маруся Моторс стал Ефим Островский. Ну, я думаю, завтра на пивной вечеринке он всё скажет. Аплодисменты «Формула-1» Маруся Моторс стал Ефим Островский. Идею, всё, о чём мы говорили, за что вручали Андреевников до этого мгновения. Некоторые книги уже входили в другие номинации. Это книга, правильно, Марии Семёновой Гавиной «Медведки». Книга Андрея Рубанова, знаменитого чилистского писателя. Значит, тоже входила, значит, они у нас уже по страннику получили. А вот две книги ещё, а они выставлены только в Гран-при. Эта книга давным-давно известна у нелюбимого петербургского интеллигента Андрея Столирова «Мы народ». Единственная книга, которую я прочитал не в бумажном виде, а со своего айфона. Мне Николай Юрьевич присылал эту книжку на мой имени. И я поздравляю Андрея с такой прерубопытной книгой, в которой одна вещь мне очень понравилась. Книга почти о сегодняшнем дне. О сегодняшнем, вчерашнем, близко завтрашнем книга, не то чтобы шибко весёлой. В ней, в частности, есть такой мотив, что от колокольного звона всё нечестивое, значит, хватается за уши, болеет, сходит с ума. Эта штука будет посильнее пробега мотоциклистов за святую веру и их отечество, которое состоялось в Москве. Значит, много очень хороших человеческих мотивов есть в книге Андрея. Есть и то, что мне всегда интересно, образ некого, не то чтобы Эльдорадо, а место, где есть чувство уголок, да, когда герои оказываются в деревне, не в деревне, где-то столь далеко, да, где вдали от цивилизации в них прорезаются какие-то необычные способности, как в сказке «Семь братьев ли японской», значит, у каждого своя способность служащая на благо общему, благородному и гуманному делу, собственно говоря, избавление человечества от скверды. Значит, достойная, очень любопытная книга в двух слоях написанная. И книга еще, о которой мы сегодня не говорили, это книга Сергея Юг Кузнецова «Живые и взрослые». Страшно любопытная книжка, кто не читал, обязательно почитайте, потому что писатель предполагает, что помимо мира живых существует вполне реальный мир мертвых, да. Этот мир у него похож на мир, забугольный буржуазный мир, который нас в Бугаре, да, который нам было нельзя в советские времена. В нем лучшие вещи, в нем другие совершенно человеческие и государственные отношения. Но самая, вот в этой книге очень любопытный стиль. Она написана как «Гайдаровский подростковый повести», потому что в ней и лично идет о подростках, да, и новую, и очень здорово закручена. Замечательная книга, я рад за Сергея Юг Кузнецова. Расскажет нам, скажет нам, как неправильно говорят во всей стране, озвучит имя победителя Евгений Лукин. Пожалуйста. Ну а почему, собственно, озвучит-то слово, придуманное северянином? Вот и не его вина, что... Что, в смысле, что скажет слово? То, о чем думается? Нет, сейчас скажу. Трещало, палило, буря, якорные канаты, как будто титаны. Струны озвучили, я скажу, это впервые употребление этого слова. Дружок мой, а оно-то теперь употребляется, чтобы никто сделает достоянием гласности какую-то мысль. Между тем, как последние 30 лет актеры и прочие употребляют слово «озвучание» в совершенно конкретном виде. А северянин виноват? А, да, я... При чем здесь твой северянин? А действительно, в чем по-говорю? Чего тут приплет северянин? Малый-то, сколько вон в стол придет. Скажем, «Ока лошади». А не корректно на слово «Ока лошади». Что, может, тебя взять? Лепожский тушь на «Ока лошади». Я сегодня не забрещу свой филючек. Да, ваш ваш у кого пришло в северянин. Кстати, когда я дочитал вот, до того места, когда писатель Прошкевич влез на взорванный памятник Конфуцию и заявил, что он будет там стоять, пока памятник не будет восстановлен. Ну, в общем, вы уже все поняли. Андрей Ставирович. А почему не принт? Почему без галстука? Ну, если мне кто-нибудь должит галстук, я его немедленно надену. Пойдите, погодите все. Спасибо. Спасибо, Дорчу Пукар. Да. Он стебует и бородатый, но не гадят, а вот это. Как-то я с трудом научился делать научные доклады, а вот сказать несколько слов вот просто так, это мне как-то очень трудно. Я в такие моменты всегда завидую Михаилу Успенскому. Вот был бы я Успенский, я бы сейчас сказал бы что-нибудь о бомосексуализме. И все было бы нормально. Знаете, или вот, скажем, ну, был бы я Евгением Лукиным. Я бы сейчас подумал бы, да, изрек бы какую-нибудь народную мудрость. Да, опять же, было бы нормально. Был бы я Геннадием Порошкевичем, между прочим. Я бы сейчас рассказал историю о том, как я знакомился с девушкой, как она не поняла моих достоинств, написала, не весь что. А вот я, благородный человек, присудил ей странника. Да, сейчас, сейчас. Я закончу свою речь, что-то у меня вдруг прорезалось в голову. Но я, пожалуй, поступлю, как Андрей Лазарчук. Я просто разведу руками и скажу спасибо. Спасибо. Это, конечно, не в традицию вот так выходить, что-то говорить. Но здесь, еще раз хочу подчеркнуть, что я к литературе отношусь очень личностно. И всегда, возможно, я выхожу за рамки и говорю иногда не то, или что-то еще, даже не знаю, не хочу заботиться. Но Сталеров странно писать. Последние годы как-то мы с ним многое разговаривали на разные темы, которые имеют отношение, конечно, к литературе, но, прежде всего, к жизни. Потому что человек, который не живет, а пишет книги, это вообще, конечно, не человек, это не писатель, это что-то, пишущая книга. Я не понимаю, что такое. Мне очень понравилось, как однажды я спросил Андрея, а вот, ну, для чего написан вот этот твой роман? Зачем это пишется? Я бы не сказал, как это? Не пишется, не делается. Роман существует. Если он вышел из тебя, если он здесь, он существует. Вот существование Андрея Сталирова в Питере очень недвижное, потому что сама его фигура, сам его книги вызывают что ли? Много. Все вызывают. Все. Я тебя обещаю. Мы же нам даем. Спасибо, Владимир Георгий. Спасибо. Если был бы я Усупенский, я бы сказал про пидораста. Если был бы я Прошкевич, Сталирова бы прославил. Если был бы я Евгений, я не знаю, что бы сказал. Ну, а мне осталось только вызвать всех лауреантов. Кто остался, тех, кто живы. Всех на сцену мы зовем. Голографию выжимайте. Эту бронзу подносите. Если вы сегодня в зале подходите. Вот она. Мария Семеновна. Давай, давай, давай. И с мечами тоже выходите. Давайте. меч, розу бери, меч бери. Берем. Дорогие друзья, ну, вот видите, эти люди занимаются своим старинным делом, да? занимаются в этом году как очень условно любой, почти любой условно, так же, как условно наши номинации занимаются в этом году казалось бы лучше всех. Не верим, что это обязательно так. Для них самих это не важно, потому что они, слава Богу, этим занимаются. Они творят и способность к творчеству, которое продолжает их жить, это, конечно, самое лучшее, самое главное награда. Я вас, дорогие творцы, с удовольствием поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok